У меня в гостях с Украины Игнатов Сергей Егорович приехал. Это вы уезжаете уже завтра? Да, завтра в 4 часа 30 минут по местному времени. Это уже... Это будет 27 сентября. Ну то есть завтра целый день еще будете здесь? Сегодня целый день. Сегодняшний только день? Сегодня 26 часа. А завтра вы прям в среднем выезжаете? А завтра я выезжаю в 4 часа утра 30 минут. Отправляется поезд. Ну сегодня, который сейчас, мы сейчас утро у нас. То есть целиком еще сутки будете здесь, а потом на следующем. Ну как-то выражайте, поясняйте. Я завтра, завтра. Уже не завтра, а послезавтра. Завтра вы не выезжаете. Целые сутки будете здесь. Ну вот я спрашивал у вас, какие у вас книги есть? Вы ответили, что какие мои книги есть? У меня имеется трехтомник толкования Евангелия под редакцией Филакова. Нового Завета, не Евангелие только. Кроме того, к истинному православию и для Слова Божия нет уз. Больше никаких нету. Больше никаких нету. То есть у меня в бумажном варианте вышло 38 книг. Я вам сказал, я вам остальные подарю. Ездра был, я вам полный комплект подарил. Полный комплект, чтобы знали, стоит 750 евро. Вес 31 килограмм с коробками. Ну 30 килограмм. И вот я вчера ночью начал собирать. А книги у меня, ну допустим, пачка. Вот лежит пачка, я покажу. Она разная в этой пачке. Сейчас могу даже свет дать. Вот она. От 10 может быть здесь по 5 и 8 в пачке. Я покажу, как я разворачиваю. Это вот пачки, которые я разворачивал сейчас. Ну каждый том, он запечатан. Вот не хватало, которые сейчас. Я их сейчас здесь вот развернул. Это 12 том, 4 том. И вынес вот сюда вот. На кровати, чтобы можно было проверить. Не хватает одного только 3 тома. Вон там при вас я, чтобы распечатаю, показать, как мы это делаем. Вот первый том. Вот первый том. Допустим, вот 4 том. Его видно. Вот он, 4 том. 4. И так каждый. 5, 5. Вот он идет как. А первый, когда перевернем, у него ничего нет. А почему? Потому что, когда я его начинал писать, я думал, что другого и не будет. Один как-нибудь материал наберется на него. Сколько будет тоже, думаю, может 200-300 страниц там будет. Я вел занятия в то время в 5 институтах, университетах. Школах, там 13 школ. Все отделы милиции, 5 отделов милиции, городское, краевое, УВД. Три радиопрограммы. И люди стали просить. Это что вы сейчас говорите, это нигде не написано. А вы могли бы это все напечатать? А как? Ну, ходили на занятия старообрядцы, они говорят, это книгу можно сдать. Я говорю, да как газета к истинному православию, там 14 материалов у меня вышли. Да нет, это другое. А кто верстку будет делать? А что это такое? Я вообще ничего не знаю. В таком состоянии меня кто-то толкать должен. Я не то, что там вот это тщеславие или что. Я вообще даже и не думал. Но получилось вот так. Вот здесь одна книга у меня есть. Вот я ее вчера нашел случайно. Она от пожара сохранилась. Церковь, свобода, тюрьма. Это первая стихи. Вот она как, откройте ее. Видите, она прожаренная как. Она после пожара осталась. Я не знаю, чья она тут у меня была. Тут дети пели. Все. Сколько страниц, посмотрите. Она не новая. Триста восемнадцать. Вот видите, как мои стихотворения положены на музыку. Видите, как это трудно было, чтобы композитор это сумел написать. А музыку написал Виктор Николаевич Савченко. Ну, видите, какое. Я вам ее даю. Я даю только одно на государство. Вот на Испанию один экземпляр. На Португалию один экземпляр. На Францию один экземпляр. И так, Великобритания, там Швеция. Да, не по одному. Нету. Книга кончилась. И другие, еще три книги, тоже на исходе. Я вас хочу показать, как. Смотрите, вот. Это такая картина Герстава Дарья Творения. А это Изгнание из рая. Третья будет книга. Сейчас я ее покажу. Держите, пока за мной следом идите. Я сейчас распечатывать буду. Покажу, как распечатывать. Вот. Подойдите сюда. Вот этот вот третий номер. Они какими-то капроновыми поперекся. Я ножницами перестригаю. Эти убираю. Вот эти вот. Капроновые там какие-то. Я их никуда. Я их скручиваю и валенки подшиваю. Она плавится и приклеить немножко, чтобы потом можно прошить было. Вот как. Чтобы они не прорезали. Вот такие вот со всех сторон. Четыре. Со всех сторон. Вот. А то бывает такая картонная. Эти вот я буду резать. Дальше. Это очень твердая такая. Тоже бумажки. Они у меня не пропадут. Теперь вот я переворачиваю. Тут она завернута. Видишь как? Третий том. Вот третий том. Сколько? Восемь. Четыре и четыре. Книга, кажется, 752 страницы. И вот теперь что надо сделать? Вот положить вот сюда, где она не хватает. А что это? Это Гюставо Доре. Сейчас я покажу. А которые остались остальные, мне их надо поставить вот сюда вот. Наклонимся. Вот. В два ряда. В два ряда. Вот один ряд. В двух этажах. И дальше. Те, которые остаются. Мне-то нужна одна. И вот теперь я буду показывать дальше. Тут уже это не потребуется. Сейчас я его выключу. Вот. Гюставо Доре. Это потоп. А какое отношение? Содержание такое. Дальше. Возвращение. Это вода пошла. Это пророк Илья. Убивает пророков. Христос изгоняет. Новозаветнее пошло. Степана побивают. Это Вавилонская башня. Восьмой том. Это девятый том. Видите, там красная была. Вот она, Игнатий Лапкин. Пятая. А эта розовая. А эта стального цвета. Десятая. Видите как? Вот все они по-разному. И на корочке так и написано. Третья, четвертая, пятая. А вот это шестое. Я не знал, какой цвет этот. А потом смотрю, которое у нас промежуточное звено было. Субподрядчик. Надежда Ивановна. Я гляжу, у нее ногти накрашены вот таким светом. Я говорю, вот такого цвета. И они должны были найти краску, смешать там, сделать. А вот здесь седьмой и восьмой оба золотистого цвета. Но седьмой том по чистому фону откровение пишется. А уже с восьмого тома весь белым пишется по фону. Понятно вам? Да. Да, да. Вот видите. Даже может, а подержите. Они одинакового цвета как будто. А вот оно уже по-разному. И вот это, что книги, чтобы были разного цвета, это мне Господь положил на сердце. Вот эти уже на фоне. Десятое. Дальше. Вот одиннадцатый том. Это желтый. Вот он. Одиннадцатый. Белым. Двенадцатый том. Синим. Вот. А уже с тринадцатого. Это в мягком переплете. Все навсетные бумаги, все сшитые. И везде фотографии, здесь черно-белые, вот оно все показано. Это на мелованной бумаге. Переплет из на льняной основе. То есть более прочно, лучше, ну это и показать. А уже с тринадцатого тома, вот, пошло твердый переплет из цветной фотографии. Шестьдесят четыре фотографии в каждом томе. Вот я отказываю. Четырнадцатый том. Видите как? Вот открываешь его, теперь уже открываем. Там и черно-белый был. А теперь, вот. А здесь, вот оно. Вот дом, перед домом стоим. Павлов дом. Вот батюшка тут. Вот качели, вот моя голубядня. Вот епископ пришел, приехал и фихи. Все здесь дети. Все сшитое. Клееных ни одной книги нет. И вот их, посмотришь, тринадцатый, четырнадцатый, коричневый, черный. Этот какой-то спросит, две книги одинаковые только есть. Зеленый, это что-то мусульманство, у них любимый свет. Девятнадцатый. Двадцатый. Видите, какой? Здесь мои беседы с Александром Менем. Ну а дальше уже двадцать первый том. Двадцать второй белый. Двадцать второй. Двадцать третий золотой про евреев. Любят золото. И хорошо. Дальше двадцать четвертый, двадцать пятый. Три тома о еврействе. Три тома по 752 странице. Это вообразить даже трудно. Сколько материалов. То есть за 3600 лет что было об евреях сказано? Талмуд. Талмуд это не книга, это 12 книг. Люди даже не знают этого. Вот. А вот эта самая здесь опасная книга, это 26-й том. Где бы ее не отдали, ее сразу украдут. Здесь я отвечаю студентам на каждый вопрос шесть стихотворений. Из поэтов. Вот они поэтов. Русские поэты. 300 поэтов России за 300 лет. Вот они где. Повторяю каждый раз. Благодарение Богу, что как бы ни Евгений Евтушенко, мне бы это не издать. У него это. И я им пользуюсь, и его данными. Вот. Ну и вот 29-й том. И последний вот 30-й том коричневый. Он темный коричневый. От этого он отличается от 15-го. Золотистыми буквами. Вот оно как. 30 томов. Вот 30 томов. Я все-таки их набрал. Ночью сегодня занимался. Искал, где они у меня там идут в архивах. И вот они все здесь разложены. Еще раз показываю. И они так вот в библиотеках. Вот чтобы, держите-ка, чтобы достать книгу, надо ее распечатать. Вот смотри. Вот я ее распечатал. А теперь это третий том. Мне надо вот сюда его поставить. А, там есть уже. Ну ладно, еще поставлю. Третий том. Вот как. Что тут осталось у меня? Четвертый том. Четвертый том. То есть, не вставленный. Я его вставлю сюда. Легко будет искать. О. И еще осталось у меня невостретий. О, 12-й том. Повторяю. Эти книги, бывает по 10 или по 8 книг в одной пачке. Ну, а пачка эта, сколько она там? Килограмм 7. 8. Сейчас уже не могу сказать, сколько. Ну, это весит. Хорошо. О. Мне не надо сворачивать. Вот так. А теперь, когда я беру, а там 8, остается 7. Я 3 оставляю сюда, а остальные делаю в пачке, уже наполовину меньше. Вон он надел, под столом. Ну, поактивнее. Убрать стул. Вот они все подписаны сбоку. Сколько здесь, какого. Я вчера ночью все это ползал. Сейчас ночью встал нынче. Ну, видно сбоку. Так. И вот мы готовимся куда-то ехать. На миссионерские поездки. Первое, значит, мы ставку должны найти. Кто нас примет. И когда идут туда машины специально, мы отсылаем туда с ними. Грузим здесь, люди придут. Это 4,5 тонны. Это много. Подавать, как уложить, чтобы не попортили. Там, чтобы встретили их, оплатить надо. Это расходы все наши. Я ни с кого не могу взять. Шофер даром не повезет. Первый раз это у нас было город Шахты. Ростовской области. А потом Калужской области. Калуги. Там один нас принял. У него большой, огромный морской контейнер. Дом настоящий. И мы к нам сфотографировали, показали, подготовили. Они там все чисто. Крюки наварили. Потому что мы уезжаем. На крюки от крыс, там от мышей надо повесить продукты. Это все было сделано. Нас приняли. Кук, кажется, фамилия его. Владимир. Он сейчас переезжает или что-то. Свой пруд. И там рыбачивает прям в ограде. Ограда огромная такая территория. И мы туда приезжаем. Приезжаем и начинаем распаковывать. Вот эта пачка одна. Вот я сейчас распаковал. Вот она есть. А это, которые наши же книги. Вот печатали. Бракованные листья. Они их сделали на завертку. Занятия и проповеди в Потеряевке. Видишь как? Я вначале эти сохранял. Чтобы листики дать. А когда уже пошло на тысячи экземпляров. И вот таких пачек, которые сейчас распечатали. Я сейчас посчитал. Мы 600 городов посетили. 22 800 пачек. 22 800. Это три раза мы были. Если по 4, 3, 4. 12, 13 с половиной тонн. И при том книги не просто книги. Это мои книги. Мною напечатаны и оплачены. Никто, нигде государство не помогало. Бог посылал людей. И помогали. Вот тут у меня очень хороший человек. Он решил узнать. А как в библиотеке книги? Они говорят. У нас они не числятся. Не числятся. Это не означает, что их нет. Я потом узнал, а они стоят. А почему? А это, знаете, это такая история, что надо, они там должны проверять. Там где-то в верхах в Москве давать разрешение. Где-то не экстремистские ли. Я могу показать. Видео мы снимаем. Библиотека имени Ленина. Центральная библиотека России. Советского Союза. Там мои книги все. Оттуда их не может даже Путин взять. Никто не может взять. В Москве мои книги все 38. В исторической библиотеке. Которые москвичи, они знают там. И в парламентской. А в Москве только в одном городе. И как везде принимали. Я говорю, а не могут ли как вот. Ну, бывает там люди не расположены. Я добьюсь, чтобы ваших книг не было. Ну, а как ты добьешься? Ну, я буду говорить, там они экстремистские. Их внесут там в суд такой-то. А, так еще суд должен быть. Ну, а Дворкин может, не может. Никто не может. Никто. Во-первых, книги не экстремистские. Их проверяли центрские отделы Кемеровской области, Новокузнецкой, Тульской. Я могу сказать, патриархии. Отсылали в Одессу. Там профессора работали. И дальше Киево-Пещерская лавра. Центр всего. Ни слова. Как и в Тихии наш епископ Курочкин был. И говорит, Игнатия в неправославии никто не обвиняет. Ну, конечно, можно сказать, там это племянник Гитлера, там это можно. Никак. Он говорит, супер православный. А было, где мы не согласны. Допустим, он на меня сильно давил. То, что у меня вышел материал о том, чтобы служба была на родном, понятном русском языке. Второе. А я говорю, любите врагов ваших, чтобы христиане никого не убивали. Мне задают вопрос, ну, почему вот такие-то, такие-то, между иудеями, евреями и мусульманами такая вражда. А я говорю, а точно по тому же самому я ответу даю. Почему у православных с католиками кровопролитие шли со всеми? Точно так же было. Те, которые верят во Христа, вот комиссар дьявола, книга есть, Александра Иосифовича Нежина, вон там описывает, толстовцы. Толстой, глыба, человещище, Ульянов, Ленин сказал, глыба, человещище. А тех-то, которые под глыбы загнали, толстовец взяли. Он в армию говорит, я буду вытаскивать раненых, вот другое. Есть такой фильм, очень хороший, адвентисты поставили. Он не шел в армию, не шел, но оружие не брал. А его врачом поставили, он сделал то, что там целая часть не делала. Спасал их, а оружие не взял. Я попутно это все хочу сказать. И вот когда материалы эти стали выходить, и на меня тогда архиерей надавил. Так сказать, вы за русский язык. А потом сам стал переводить. И тут Черкасов Георгиев, как писатель считается, Владимир, а он как бы родственник даже дальний приходится, через мою сестру и ее мужа, там где-то. Говорит, от седьмой коровы удой и тот с водой. И он говорит, как братьям Латкиным удалось сломить епископ и на свою сторону перетянуть, что он сам стал переводить там за упокойное на русский язык-то. Понять не могу. То есть он все поняет его. Порно-герой его называли, этого Черкасова Георгиева. Я ему как-то сказал тоже в книге, я говорю, Иоанн Хронштадтский сидит за столом, там дерево, там он полез. Откуда вы это знаете? Ну написано же, это вы написали, да? Так это мой хлеб. Хлеб. Но этого не было. Не было, и дерево там не росло. Ну я что, я писатель, я могу это сделать? Э, нет. У меня такого нету. Вот пример один. Я за всю жизнь, ну 35 лет трудового стажа у меня, по книжке по трудовой, 35 лет, а на самом деле это больше. И ни одного дня не бюллетенил. Ну было, когда я лежал на операционном столе, от надсада у меня там жилы лопались. И было, было такой позвоночник, три грыжи у меня сейчас, все время со мной, а одну сделали операцию. Ясно, что я был в больнице, а в это время я уже на пенсии был. Но делали операцию, у меня еще были повреждения на стройке, там упал контейнер, раздавило ногу, я к примеру говорю. Только так, нигде, ни разу я не пошел на бюллетень. Я перемогу, я сильно себе говорю. А к чему это говорите, сейчас скажут, а к чему это говорите. А к тому. Я лежу в больнице, краевой, в Барнауле. Там деревья задели, ну видно днем-то, сад как бы на территории больницы. Еще старая была больница-то. И там где-то фонари светят. И так тускло видно, где кровать, чтобы пройти можно было. Свет не горит, люди спят. И в это время у нас было, люди стали, некоторые ходили к католикам. И у меня сразу, мгновенно родилось, для слова Божия нету, там написано «Человекоубийство и ложь Ватикана, гордость папства». Это два названия, две статьи. Я их написал, там подушки под спину подложил, приподнялся и в темноте писал. Я видел, где конец бумаги, ну бумага, ручка-то съедет где-то, крупными буквами, где-то друг на друга наезжали. Срочки, я палец передвигаю и написал две статьи, без помарки. Но когда я уже вышел, напечатал, теперь я приспособился к газету «За науку», главный университет Алтайского края, Алтайский государственный университет, он один был только такой-то. А там редактор Клименко Владимир Федорович. Я с ним договорился, у него 999 идет экземпляров-то, и вкладыш. А вкладыш не регламентируется сколько, а ему 25 тысяч. Я оплачу. Эти представители власти-то ничего не знают еще. А там о крещении. Ну о крещении-то. Значит, 999 он себе забирает, а 25 тысяч вкладышей газеты мне отдает. И однажды я отдал такое, уже он отдает печатать. И в это время мне показалось, что я ошибся в написании одной статьи на один год. Не 1753, а 1754 надо. Я посмотрел, сразу кинулся, интернета не было. Это у меня книги, у меня книг, море было. Все, я в архивах работал, в краевой библиотеке приду, работаю. Все. И посмотрел четвертый, а у меня третий. Я прибежал в редакцию. Вы еще не печатайте, но уже заложили. Остановите. Там мне переправят. Да уже нельзя переправить. Тогда же набор-то был буковками отдельными набирали. И прибежал. Все-таки покажите мне. Они показали. Оказалось, правильно напечатано. Там у меня что-то съехало, говорит, с катушек. Да-да-то другая показалась, что я написал. То есть я хочу показать, насколько внимательно мне Бог дал возможность по благодати своей не допустить ошибки. В годах у меня, если смотреть, там, о том, что не воевать-то. Там я, да-то, Ахмад Гирей, когда прошел Тамерлан, и в каком городе, я должен все абсолютно точно. Когда католики громили православных, в каком году, все точно. Житя Святых, а Святая Симфония, абсолютно, чтобы точно было. И по сегодняшний день, ну, минимум 30-й том, это последний, завершающий. Сейчас я посмотрю завершающий том. 2009-19-18. 9 лет назад я прекратил писать. 9 лет. 9. Так, а где у вас это, я дал стихи-то? Стихи, книжечка. А, вот оно где. Вот. 9-й год. А, в 2-м. 2002-й год Барнаул. Вот это даже, как назвать это? Стихи, вот попутно. Я в церкви объявил, как конкурс. Кто? Одна сестра, 20, кажется, 8 дала названия, чтобы краткие были. Но я сделал свое. Я говорю без записи сразу. И сразу же отвечаю. Вот. Это ни день, ни два. Это 50 лет моей жизни ушло на формирование ответа. Ответы всегда. 4124 ответа, сохранившиеся. Если бы, ну, меня не толкали в этом деле, то у меня ничего бы не было. Ему сказали, надо написать, надо сохранить. И вот сохранить. И они стоят, даже не считай какой том. Если ты знаешь, ну, сразу вот она ярко-синяя, темно-синяя. Что это означает? Я говорю, главное, это мои беседы с отцом Александром Менем. Вот. А еще что-то спросят. Я отвечаю. Отвечаю, о чем там говорится в этой книге. А дальше проповеди мои. Она везде пополам. Вот я открою сейчас, допустим, 30-й том. Вот оглавление. Как они все с закруглением корешка. Как они сделаны. И в открытым оком. Открытым оком считать кверху. Кавычки не позволяют оком. После оком кавычки нельзя так, чтобы считать. А это открытым оком. Числа 24, 3, 15. В самом названии, на корочке, место писания указано. Ну, покажите, какие книги. У русских никогда этого не было. Но это еще не все. Далеко не все. Вот, допустим, мои стихотворения здесь напечатанные. Сейчас я покажу некоторые. Это жильчика. Где у меня? Седьмой, восьмой том. Сейчас я покажу, какой восьмой том. Более наглядно. Вот, допустим, стихотворение мое. Вот оно стихотворение. Вот оно идет. И напротив каждой строчки местописание. Марка, Третья Сарс, Иакова, Кремленам, Евреям, Даниила. Вот это 36 строчек в каждом стихотворении. 9 куплетов. Во имя Троицы. По три куплета. Вот. Вот каждая строчка местописание. Вот другое стихотворение. Вот оно идет. Вот как называется стихотворение сейчас. Сколько есть важных вопросов прямых. Ответ на которые нужен сверхточный. Толстенная Библия. 77 книг. Но об этом нет полстиха. И ни строчки. Видите как. Тяжелая. Просто рифмовка. Пинками я туда загоняю их. Это не стихи. Они называются проповеди в стихах. И вот везде вопрос такой-то, который мне задали. Дальше я отвечаю на этот вопрос. Это на один вопрос вот здесь вот показан. Вот он где. Вопросы отвечают согласно Слову Божию. Что Библия говорит и называем местописание. Глава стих. Книга. Глава стих. Что об этом говорят святые отцы? Кто? Иногда называют том даже до страницы. А это 300 томов фолиантов. Патристика. Патрология менее. Миня. Минь. Вот. И что говорят об этом жития святых? А вопрос-то один. Я его со всех сторон показываю. Вот он вопрос. А дальше я показываю. Кто это сказал об этом? Епифаний Новгородский. Ефимий Новгородский. 15 октября. Кавычки открыты. Вот вы лучше подносите. Иначе вам видно будет туманно. Там смотрите, чтобы на экране не было туманным. Поэтому передвигать надо. Дальше. Что об этом говорит Симеон Юродьевый. И опять кавычки открыты. То есть я оттуда копирую. Что об этом говорит Пимен Великий. 27 августа. Вот. И потом мое стихотворение. Вопрос один. Дальше следующий. Вот он вопрос. Такой-то. Шрифт один. Здесь другой. Здесь третий. Увеличено. И что об этом говорят каноны. Каноны. 1173 жития. Я когда отвечаю, я должен их прокручивать. Если там он стихотворение какие-то. 20 тысяч файлов. Что сказали поэты. 300 поэтов. Вот теперь вот она где идет. Это все один вопрос. Один вопрос. И на него такой пространный большой ответ. Ответ. Ну и вот здесь дальше. И потом мое стихотворение. Мое стихотворение. А вот здесь, если я покажу. До этого у меня выходили книги. 200 поэтов. Зарубежных. Примерно за 300 лет. Кто что сказал. На эту тему. 200 поэтов зарубежных. Даже некоторые их имена не слышали такие. Вот. А вот здесь я отвечаю студентам. Говорю, я буду вам отвечать. В течение одного месяца. На ваши вопросы. Согласно Библии. Но стихи брать. Что сказали 300 поэтов России за 300 лет. И когда меня спрашивают. Вот вы пишите. Ну знаете стихи. А на кого больше всего ваши похожи? Вот. Бальмант. Константин Дмитриевич. Больше всего мои стихи похожи на его. С такой легкостью написано. Такая же арифмовка. Ну конечно он писал не об этом. А там о женщинах. О путешествиях. Вот он. Бальмант. А здесь все эти поэты. Кто это такой сидит? Белый Андрей. Берт Гольц Ольга. Бестужев Александр. Батюшков. Итак. Повторяю. 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали по этой теме. Что понятно было. Я сейчас покажу. Допустим спрашивает меня. Записка. Записки идут как Осипову. Какое участие поэты в своей творческой продукции. Отобразили готовность. Чтобы была революция. И была справедливость. А царя свергли. Можете задавать подряд. Никто не ответит. Абсолютно точно скажу. Стихотворение писали. Но из всей группы стихотворения. А их допустим 315 у такого-то было. 120 у Некрасова. И чтобы именно об этой тематике. А там может одна строчка. Это невозможно. Просто невозможно. Вот я показываю. К примеру сказать. Я стою за кафедрой. И мне в это время задают вопрос. Я просто так открыл. Не искал. Какой вопрос? 3840. А не с первого вопроса. И будет 4124. Тут написано так. Если бы все люди в отдельном государстве. Стали вдруг все верующие. И никто бы там не воровал. И все с полной отдачей сил. Стали работать. Тогда слова в Господней молитве. Хлеб наш насущий дашь нам днесь. Имело бы другой смысл. Потому что хлеба хватало бы всем и с избытком. Какие интересные вопросы. Ответ. Видите как курсивом написано. Я отвечаю. То есть как другой. В любом случае. Эта молитва осталась бы в силе. Потому что хотя бы все было и бесплатно. И на всех поровну. Но земля родит. Дождь мощит. Ветер обдувает. Солнце подогревает. Это-то все так же осталось не нашим, а Божьим даром. Так что довольствуясь и малым. Мы все равно должны голову поднимать от земли кверху. Чтобы знать подателя с большой буквы всех благ. И за его щедроты прославлять создателю. Дальше я отвечаю. Заканчивается. Вот мой ответ, который я даю. И далее шесть стихотворений из поэтов России. За 300 лет 300 поэтов. Это 20 тысяч файлов. Вот это просто. Так. На родину со службы возвратясь. Помещик молодой. Так, кто это пишет? Прутков Козьма. Это придуманное имя. Дальше. Второй, кто отвечает? Леонид Мартынов. После каждого стихотворения у меня выдержка из священного писания. По смыслу. Дальше. Новый поэт, что сказал? Второй. Мартынов. И указано, когда он жил. В каком году написал? 1905-1980. Снова. И местописание. Третье. Большое стихотворение. Кто его написал? Андрей Дементьев. Вот. В этом году он умер. И дальше. Местописание. Так. Четвертый. Вот опять же. Кто написал? Далматовский. Евгений Далматовский. И опять местописание. Четвертое. Пятое. Кто? Жемчужников. Вот оно его стихотворение. Так. Ну, пятый, шестой. Вот это. Это я тут шипся. Вот он где. Далматовский. Вот он где Далматовский. Это здесь. Вот он где Жемчужников. А вот. Андрей Дементьев. А вот он. Михаил Зинкевич. Я его пропустил. Что он об этом сказал? И после каждого местописания. Дальше. Новый вопрос. Вот он какой вопрос. Смелость прославляется и в песнях. Почему же в церкви не говорится о том, чтобы мы были готовы к любым испытаниям и были подобны первым христианам в житиях святых? Вот заметьте, какой вопрос интересный. Дальше я на него отвечаю. Местописание привожу, доказываю. И дальше я говорю о савонароле. Черубина де Габринак. Вот когда она писала. Вот она что написала. Местописание. Об этом же Федор Тючев. Местописание. Третье. Вот большое стихотворение. Кто же это так постарался? На эту же тему. Ууу, какое длинное. А кто? Варлам Шаламов. Ну, кто его считал? Местописание. Четвертое. Ахматова. Вот она что сказала. И об этом же что кто сказал? Это Расул Гамзатов. И местописание. Еще об этом кто сказал? Вячеслав Иванух. Вот дальше. Вопрос. Вот он какой. Ответ весь. Так что написано? С какого времени нужно усиленно втолковывать осознание бренности жизни? Не с детских ли же лет? Не с детских же лет? Вопрос. Я отвечаю. Советую всегда начинать у груди и матери воспитывать. Дабы не опоздать. Евреям, эфесянам. Дальше я привожу места Писания. Дальше Расул Гамзатов. Что об этом говорит? Местописание. Дальше что об этом говорит Михаил Лермонтов? Местописание. Что об этом говорит Александр Сергеевич Пушкин? Писание. Дальше. Что об этом говорит Бестужев Марлинский? Писание. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Большой Сумароков. О, солдат, которому в войне отшибли ноги, был отдан в монастырь, чтобы там кормить его. А служки были строги для бедного сего. Не мог там пищу несчастно и ласкаться, и жизни был не рад. Оставил монастырь без ноги сей солдат. Вот видите, какие редкие стихотворения. И из Андрея Дементьева. И так далее. И вот, наконец, в одном месте. Все это меняется. Вот вопрос задают мне, смотрите. Вот сейчас покажу, насколько интересны книги. Какую попытку можно извлечь из биографии писателей и поэтов, и не только сегодняшних. Ну и все. Ну, задайте Осипову, Дмитрию Смирнову, Алфееву там. Задайте. Он может ответить один. Но здесь ответ-то более обширный. Смотрите, что я беру Натсон. Биография Натсона. Вот она. Я должен найти ее был. Дальше. Один. Некрасов. Два. Никитин. Три. Никитин. Так. Адаевский четыре. Павлова пять. Это один ответ. Павлова пять. Плещеев шесть. Полежаев семь. Прутков восемь. Радищев девять. Раевский десять. Ржевский одиннадцать. Ростопчина двенадцать. Это все один ответ. Двенадцать. Релеев тринадцать. Северянин четырнадцать. Сушевский пятнадцать. Соловьев шестнадцать. Сумароков семнадцать. Семнадцать. И дальше уже стихотворение. Семнадцать. Биография. И другой. Дальше начинается. Вяземский. Виневитинов. Два. Геребоедов три. Григорьев четыре. Давыдов пять. Дельвих шесть. Шесть. Державин семь. Дуров восемь. Жемчужина девять. Жуковский десять. Десять. Козлов одиннадцать. Кольцов двенадцать. Двенадцать до семнадцать. Вот уже двадцать девять поэтов. Ты будешь знать их биографии. И что из них извлечь? Главное то что. И дальше. Снова опять еще вопрос. И по этим же самым. Только другие здесь. Боротынский. Батюшков. Ну понятно. Сколько здесь всего. Это одна книга только. Кто много считает. Тот много знает. Вот я показываю. Сергею Егоровичу. Сейчас будем паковать полный комплект. Книги здесь все есть. Но такие вопросы мне иногда задают. А самая трудная книга какая для вас была? Я скажу нелегко далось все. Я конечно работал в библиотеках. И все. Как говорится в кавычки взято. Вот допустим. Седьмой и восьмой том. Я отвечаю студентам на основании житий святых. Вот я открою только что-то. Ну это тут проповеди. Вот смотрите. Даже вот сюда сейчас посмотрите. Вот вопрос. Там я отвечал на следовательно поэтов. А здесь по-другому. Если бы к вам сегодня пришли местные батюшки. И попросили дать им образец. Для подражания святому. То какие жития могли бы им послужить наилучшим примером? Вот кто-то будет слушать этот ролик. Вот я отвечаю. Что об этом Библия говорит? Дальше. Автоном. 12 сентября. Дальше. Вот и дал. Дальше вопрос. По поступкам, какие житописатель восхваляет в деятельности святого? Можно ли сказать, что тот, о ком пишут, и тот, кто пишет, благоговели перед священным писанием и перед канонами соборов? Круто. О ком задают? О них каноны знали или нет? Я теперь отвечаю. Такие люди были? Были. Кто? Почитаю. Епифаний. 12 мая. Пелагея Дева. 2. Наум. Пророк. 3. Епифаний. 4. Память. Обновление. 5. Ольга. 6. Иоанн Богослов. 7. Иов. 8. 8 житей я беру. Из них именно выбрать те места, которые отвечают на вопрос. Из всего жития, а жития там бывает страниц, как Серафима Саровска, 51 страница. Из него я должен выбрать три строчки. Как о крещении. 300 книг промолотил. И нигде нет, чтобы обливание. Обливание в крайнем случае, когда человек парализован и прочее. И вот теперь отвечаю. Вот эти две книги, это по житиям святых. Я в одной библиотеке только книги сдал, и директор пришел. Это самое опасное бывает. Когда уже приняли книги, а директор знать не знает. Ее не было, она в отпуске была. Ну и явилась в этот момент, и зашла. Как она сразу, без моего разрешения, вернуть книги? Теперь я ее начинаю уже обрабатывать, как говорят. Я ей показываю книги, все, гляжу, она тише, тише. Ну ладно. А у самой стоит Ленин, полное собрание. Прям заходишь только, Карл Маркс, Энгельс. Я ей рассказываю, что и... И причем, наконец, она по-хорошему все пишет бумагу, благодарение. Это трудный момент, я потратил время, а мы стараемся быстро. Вот только сошли где-то, и я, здравствуйте, здравствуйте. Я такой-то оттуда, они не знают, не имеют. На Алтайский край, ну слышали Алтайский край. А Мамовский район, не слышали. Ну кто еще слышал-то? Не знают, конечно. Ну вот я такой-то, и что? Я книги вот издал. И хочу вам подарить. А о чем там? Обо всем. Ну так не бывает обо всем. Ну тут обо всем. Я ей должен теперь рассказать, о чем книги. Я незнаемый должен вызвать у нее абсолютное доверие, и это все вложить в 10 минут. Вы понимаете, это... Ну попробуйте однажды, где-то зайдите в чужой дом, и что-то желаете дать, и расскажите. Но не что-то, а там... Любое вы даете, можно открыть, посмотреть, молоток, щипсы. А это читать книги. Да 38 книг. Опасно, где церковь туда поставила какого-то как-то цензора, чтобы с ней советовались. Она ничего не знает, пешка, но она тормозит. Я когда увидел, что это она не библиотека, я тогда зашел к директору, зачем вы меня послали? Ну вот так вот решили. Да зачем мне нужны тормоза? Так давайте так книги. Нет-нет-нет, мы книги берем, и все. Она-то стоит, рот разъянула. У нее там свечки, ну как все церковники-то, что продают-то там молительники за упокой, за здравие. Вот это тоже опасный момент. Мне труднее всего далась книга одна. Где она у меня симфонии давала? Давай-ка. Вот она. Вот эта вот книга труднее всего далась. Она называется вот так. Считайте. Симфония на неканонические книги Библии. 2004 год. Вот. Я как именно? По благословению Преосвященной Евтихии, епископа Ишимского-Сибирского. И далее. Вот. Каждая буква. В каком алфе идет? Возрастающие. 11 книг. В том порядке, как в Библии. И какая буква за какой? Это только. Я вручную делал. Но потом уже вручную Библию пришлось оставить эту. Вручную написанную симфонию на 5 книг. И вот это вот. Самое полное в мире. Самое лучшее во всем мире со дня издания. Вы так говорите прямо тут. А иначе зачем бы я ее давал? 18 корректоров было на нее. Обычно одного хватает. 18. И не окончили. Вернули и сказали, не можем. Мне пришлось самому их корректуры делать. Я покажу сейчас это. И вот она как издана. Смотри. Главный редактор. Лапкин. Программное обеспечение. Загуляев. Это Галин муж. Александр Сергеевич. Обработка текста. Лапкин. Это Загуляев. Александр Савченко. Виктор Николаевич. Компьютерная верстка. Романах Нафанаил Судников. И Лапкин занимался. Корректор Лапкин. Самому пришлось все это делать. Лучше можно издать только крупнее буквы. И все это. Допустим. Шел, пришел, ушел. Это в один глагол надо было сводить. И подлежащее не в подлежах. А в одном слове. Ты знаешь, что. Допустим. Если ты нашел мудрого человека. И стирай порог дома его. Нашел. Находить. Найду. Это надо было в одно слово свести. Все вырвать. Эти слова вытеснили. И в одно слово воткнуть. Вот. Чтобы легко было искать. Когда симфонии делали. Они прямо оттуда копировали. Вот у симфонии готовили 20 человек. На каноническое. 5 лет. Ну, ручную. 20. Это 100 лет получается. Один человек где-то. Здесь пришлось делать одному. И второе. И очень ценное. Симфония на жития святых. Но она не по словам, а по событиям. Вот допустим. Лошадь. Где в житиях святых? 1173 жития. Это я уже знаю просто. Лошадь. Какого жития? Кто? Какого числа? Что с лошадью было? Так. Любовь. Мать. Вот по алфавиту. Вот она мать. О матерях сколько написано. Милостыня. Место святое. Ну, и так далее. Смерть. Вот о смерти где говорится. Слезы. И тут точечки. Двумя точечками. Две строчки везде поставлены. Чтобы ты мог добавить, когда найдешь что-то еще. То есть на полноту сумасшедшей. Тайна. Я не мог. Хотя я составлял каталоги. В общей сложности. 10 раз пришлось житие святых промолотить 12 томов. Прослушать. Не по порядку. Житие большое. Где известно. Где останавливался. И, конечно, житья мне очень хорошо известны. Три года я отдал каноном. Три года занимался. У меня ничего нету. Когда спросили. Есть такая передача. Про Михаила. Ломоносова. Какая у вас страсть? Он говорит, учиться. И даже Ульянов говорил, учиться, учиться и учиться. Вот это да. Но я этого не считал. У них не знал. У меня просто природная вот это была жажда. Я старался до всего доходить. А в деревне ничего нету. Накоплю сусликов. В замшкурки-то куплю книгу. Первая это была про птиц. Природа. Вот я это все сейчас показываю. Сейчас это все надо собирать. Паковать. Видите? Это всего-то ничего. Ну не больше десяти сегодня я распечатал. Да даже меньше, наверное. Сейчас я посмотрю, сколько пришлось мне распечатать. Да и даже нет. Я уже, наверное, ее выкинул. Нет, вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Девять пачек. Вот сколько бумаги. Девять. Повторяю. Только девять. А сейчас все заново надо будет убирать. Выстричь, хорошее. Запаковать вас. Как батюшка сказал, поедете? На чем? Ну мы поедем на поезде. До поезда как? А до поезда мы поедем на машине. Все, вас посадят здесь. Да, посадят. А там встретят добунов и что-то ему созвонишься. Да. Вас там хотел перехватить Сергей Павлович Пупов. Ну вот такое дело. Это ваше сокровище. Да. У меня сердце исполнено словами незреченными. Я благодарен... Ну что, сюда, впереди, чтобы от света было. Я благодарен Господу Богу за то, что вашими руками, вашим умом, талантами, которые вас наградил... Погромче, чтобы... Господь мне дал такое сокровище, над которым вы работали десятки лет. И это я все получаю готовый. Бери, изучай, распространяй. Ибо сказано, что не может светильник зажженный стоять под кроватью, где-то в темном месте. Он должен освещать всех и вся. У меня было желание неизреченное, я о нем не говорил, иметь эти книги. Вот. Но они мне были не по карману. А вы как бы услышали мое желание и его реализовали. Вот такой способность имел мой духовный наставник, и не только мой, архимандрит Зосима, первый настоятель Свято-Николаевского, Свято-Васильевского монастыря, в селе Никольского, Волновакского района, Донецкой епархии. Он в своих проповедях отвечал на вопросы, которые имели в своих умах прихожане. И чайник исполнялися. То же самое получил и я. Поэтому для меня является то, что я вижу, деянием Святого Духа. Слава Богу за все. Аллилуйя. Мы добавляли к этому еще и Библии, добавляли журнал. Журнал очень хороший, там Крутов издает, кажется. И там про нас была статья. Для тех, кто любит Россию, добавляли к этому. И вот посчитаю, что 600 умножь на 600. 750 евро на 600. А потом еще один раз умножь. Ну почему умножить на 70? 600 умножь на стоимость 750. Это 600 городов. А теперь евро переведи в рубли. Это примерно за три поездки мы пожертвовали на 35 миллионов. Миллионов по сегодняшним меркам. И делали не просто как-то, в ответ-то я ничего не получаю. Они не значатся. Не значатся, они стоят и работают. Я только сдаю, а там считатели, они слышат, подходят. Я перед ними выступаю. Они сразу книги, надо подождите, я запишу. Но я потом запишу. Я сразу возьму, а то и друг у друга уже хватает, тащит. Книги эти аналога в мировой литературе не имеют. Просто нету. Нету, чтобы это... Ну, допустим, у меня вот книга здесь. Никита оставил, был здесь. Вот, подержи ее. Вот она там. Солженицын. Подожди. Архипелаг, ГУЛАГ. И дальше полное издание в одном томе. Я начитал его дважды. Одна из самых лучших, самых правдивых книг. А сегодня заливаются в интернете там шапки разные. Да он такой, да он там предатель, он там стукач был, он сексот был. Ну, то есть, всякую мерзость, говорят. И эта мерзость, ранее говорилось, КГБ про него. Да, я знаю это. Мой адрес, поэтому... Точно так же, я говорю о Солженицыне. Моя биография, ее не создать никому, как Солженицына. Ты, во-первых, должен родиться в бедной, абсолютно бедной семье, в доме инвалида. И что было там 10 детей живых. Ну, даже только по двум параметрам уже сегодня трудно найти. А дальше? Чтобы отец с матерью вдвоем не кончили полкласса. То есть, я все должен был самостоятельно делать. Все, что у меня было, мне отец ничего не мог подсказать, мать не могла. Я интересовался всем, что окружало меня. В пятом классе я уже ослеп. Я считал столько. Просчитал войну и мир к этому времени. Хотя я там ничего, можно сказать, не запомнил. Но считал, мне отдельные фрагменты нравились. А уж потом, заново, теперь я буду пересчитывать где-то. Я не говорю, что когда я начал Уверол, я заново решил полностью пройти Некрасова, Натсона. Заново. Я все время конспектирую. Конспектирую. Возобновляется память. Вот такие книги. А почему написали? А нету их книги. Я стараюсь не повторять то, что другие сказали. Очень много делаю ссылок. Это доказательства. Так всегда пишут. Вот архипелаг ГУЛАГ, как-то российская газета напечатала 30-летие, как появились первые главы архипелага ГУЛАГ. Вот это вот в Новом мире. Александра Трефоновича Твардовского. И тут же в газете было опровержение. Это неточные сведения. Ровно на 10 лет православный проповедник, миссионер Игнатий Латкин из Барнавола наполнил страну архипелагом ГУЛАГ в аудиоверсии. Я их насчитал. Я могу сказать, сколько? Это 69 часов. И что за этим последовало от нашей советской власти безбожьей? Я ничего не слышу, можете не говорить даже. У меня было три тома, они сейчас целые, и МКО-пресс из Парижа. Кто доставил, как? Ну, знали. В нужные руки попало. А теперь вот вышло. Какие-то вроде там дополнения. Дополнения там, ссылки на кого-то только. Дополнить ты после его смерти уже ничего не дополнишь. Сейчас в школах где-то там даже вводят программу. Правильно ли? Да, конечно, правильно. Солженицыну в русской литературе никого равных нету. А писать то. Чехов написал там поезд на Сахалин. А этот описал все и откуда что. Вот сейчас Борис Миронов выходит, говорит много на эту тему. Кто такие большевики? Почему такое-такое? Но он до конца нигде не договаривает. Он не увязывается с священным писанием. Почему русских людей поставили на грани стремления полного? Вот меня бы спросили. Я вчера только им занимался. Ну не мое дело, как говорится. Но у меня такие есть вопросы, на которые я ищу ответа всю жизнь. И не могу нигде найти. А какие? Сразу. Какие? Я говорю, ну ты не ответишь. А почему? Да потому что все, что мировая литература сделала известным, не под грифом «секретно», я знаю. У меня законспектировано. Ну а что конкретно? Меня интересует Адольф Гитлер. Было ли у него хоть какое-то покаяние? Что он натворил? Я его признаю одним из самых гениальных людей за две тысячи лет. И куда все это пошло без Бога? Все. Провидение, Всевышнее, а Христе нету. Задача стояла истребить христианство. Ну, далеко он хватил. Было ли у него? И наконец вот фрау Юнга, у него секретарь была. Я его несколько раз прослушал. Она говорит, я все время ждала. Он дает завещание. Ну, покаяния будет нет. Ни слова. Он завещает, что Денис будет делать. Борман все это распределяет, как Петр Первый. Прошептал только, а уже кому царство достанется, не знает. Но там проще дело было. Здесь весь мир был врагом против всех. Подавился. Меня интересует. Когда он начал понимать, что... Ну, не тогда, когда уже коврами стелила Англия. Город за городом устилала, стирала с лица земли. Ну, после Курской дуги, после московского отступления, после Станинградской бойни. Когда? И нигде никто из его... Никакой Гальдер, никто в записках нигде не говорит. Было ли у него осознание, что не то я делаю. Я погубил народ свой. Я поступил неправильно. Можно было как-то по-другому. Или власть сдать, уйти куда-то. Твоя душа дороже всего. Весь мир завоюешь, а душе повредишь. Какая польза? Меня интересует Гитлер вот это вот только. Более гениального не было человека. Повторяю, не было. И более лучшего строя, чем фашизм, не было. Я пришел к выводу. При одном условии, а при одном, что Бога нет. Просто люди живут, потомки обезьянов. Но если Бог есть, это дьявол был в образе человека. Повторяю, а он есть. И поэтому, а, вы Гитлера хвалите. Я реально смотрю на все. Хвалите. Мне у Ленина кое-что нравится. Самая ненавистная личность, которую я знаю. Как Дмитрий Смирнов говорит, женщин по вселенной где-то развеет, чтобы молекулы не осталось нигде. Злодей из злодеев был. Но и у него было выражение, что он сказал, наша радость от трудовых успехов. Мне очень нравится. А трудовые успехи, когда благополучно завершил, сделал, я радуюсь, радуюсь, радостью ребенка. Вот дороги делали, машины напрямую идут. Я выберу время, кто на машине говорит, свозите меня, посмотрю, как там первый мостик, второй. Они теперь петлять куда не надо. Наши выезжают. И все по этой дороге. А приложили-то руки мы. Вот дорога здесь проехать нельзя было посреди Потеряевки. И дальше где-то. И сейчас подняли, засыпали. И прямая. Мне все это нравится. Очень нравится. Где приложил руку, и что мы делали. А когда человек приходит к Богу, он был такой-то, а стал другой-то, вот это тогда другое дело. Я говорю, что мне нравится. Я этого не скрываю. Мне нравятся мои книги. А почему? Тут четко и ясно. На каждый вопрос четыре параметра. Что сказала Библия, что святые отцы, что жития святые, что каноны. По четырем параметрам. И плюс, что сказали поэты. Российские и зарубежные. Пятый параметр. Так это невозможно. Возможно. Вот они лежат. А, у вас никто их не берет. Они никому не нужны, поэтому вы сами это разозлили. Давайте так. Никто их не берет. Назад не отступайте. Никто их не берет. Почему? Никому они не нужны. Я согласен. Ну и что? Так вот, тем почетнее моя задача. Они даже не понимают, что говорят. Покупаем газель новую. Я покупаю. В нее там вложил там Виктор Николаевич сколько-то. Это не игрушка там. Семьсот с лишним тысяч. Да можно было, можно было взять иномарку и прочее. Нет, мы на отечественное ехали. И дали вот эти миллионы. Миллионы. В общей сложности это было издано примерно на 60 миллионов по сегодняшним деньгам. Вот как. И я еду, развожу сам. А было ли в истории такое, чтобы человеку столько написать? Ой, ой, ой. И теперь ехать и раздавать не было. Я иду непроторенной дорогой. Никто никогда от Адама до сегодняшнего дня так не делал. А если делал, ну скажите, а я знаю. Притом я себе здесь не приписываю ничего. Повторяю, ничего. Это благодать Божия, которая во мне была после рождения свыше и крещения Духом Святым. И я это использую по силам своим. Настолько, насколько мне это дано удержать в голове было. И это все позади. И я внезапно раз, 9 лет назад, и все. Стихотворение здесь написано. 3467 по 9 куплетов каждый с эпиграфом. Это 4 тома по 800 страниц. По полной на 40 строчек каждые. 42 или... Как это может быть? И при том черновики сохранились, большинства. И ни одной по марке нет. Я пишу сюда с чистого листа. Просто как бы строчка одна во время молитвы проявилась. Я дальше только хочу молиться, а сразу 36 строчек. Бывает, это в течение полчаса у меня стихотворение вышло. А как это будет? Меня спрашивали поэты в литературном институте. Лев Ашанин. Я дам драматург Розов. Там я уже буду называть большие единицы так. Вот. Митрохин. Который мне встречался. Который писали много. Я ответить не могу. А где вы берете темы? Это старейший поэт Барнаула Марк Иосифович Юдалевич. Еврей. Умница. Я говорю... Он говорит, у меня ни одного стихотворения такого нет. Почему не печатаетесь? А первая секретарь райкома партии прочитала. Надежда Степана Ремнева. Почему вы не защищаетесь? Я говорю, от кого? Ну, защищается там кандидатская степень. Зачем? Меня пригласили директор технического университета. Это 21 тысяча студентов. Истекнеев Владимир Васильевич и говорит, тут бизнесмены собрались в Барнауле, бизнесмены, верхушка вся, и сказали, что наш уровень надо поднимать. Мы пришли из простых людей, ну, институт знаю, а дальше-то ничего не знаю, мировое искусство, все за пределами где-то. У вас такой большой университет-опыт, вы дайте нам кого-то, преподавателя, который бы нам этот уровень наш поднять-то. Он меня вызвал и говорит, я остановил выбор на вас. Я говорю, так у меня ни образования, ничего нету. Как нету? Я был на ваших занятиях, я видел, слышал. Он всегда идет, увидит меня студенты, профессора, вон руки раскинут. Вот, ой, обнимет, поцелует и всем. Знаете, кто это? Я преклоняюсь перед этим человеком. Я просто говорю. Люди, которые... А я у него 17 лет преподавал. 17 лет мы регулярно встречались. И у него есть проректор по учебной части, Семкин Борис Васильевич. Тоже говорят евреи. Умница. У нас знакомый главный редактор газеты, которая у них выходит в университете. Она как-то называется. Технический университет. А это что-то такое, технология, что-то... Савалей Тамара. И она говорит, я их знаю всех, это самый умный. И он приходил у нас, был в Барнауле в общине, близко знакомый. Ну, просто Бог дает таких людей увидеть. И он книги четыре, тут дает рецензию на них. Эти книги украшают любую библиотеку. Тогда только четыре было, презентация была. И он пришел на презентацию. Это в книгах отображенные фотографии. Я там есть, он сидит. Зашел в актовый зал. Не актовый зал, там какой-то, демидовский. Ну, я какой-то не точно смогу тут сказать. Вот. И люди, которые сообщались по этой книге, давали отзывы, они все свидетельствуют. Таких книг нет. Нет. С такой полнотой и глубиной все это отвечено. Поэтому я знаю, что я даю. Христос пророков посылает, а никто не верит. Он сам пошел. Сам себя принес. Учение принес. Я ему последовал. Не берут. И Христа не берут. Его распяли. И меня поносят. Меня гнали, будут гнать и вас. Меня слушали, будут вас слушать. Но у меня сколько последователей есть. Вот сейчас только мне скинули материал один. Я сейчас его включу и могу показать даже. Вот я включаю. Раз, два, три, четыре, пять секунд. Чтобы включился. Вот смотри, как будет включаться. Должна вот здесь вспыхнуть. А она не вспыхнула. Это означает, не включилась. Тогда дополнительная кнопка. Я вот так вот гнул ее. И покажу. Сегодня материал такой вышел. Там Головина Владимир, отца из города Болгары. Недалеко где-то от Казани. Я не знаю. Сильно нападает на него. Я с ним не встречался. Лично не переписывался. Тут нельзя обвинить, что я его зазомбировал или как-то. Ну глупости-то это СД. Я их не хочу называть. Они обижаются всегда там священники. И вот его там берет интервью один у него и обо мне спрашивают. Я сейчас покажу. Потому что 23-го, а сегодня 25-е. Позавчера это было. Но вчера выставили. Это значит на следующий день. Сейчас я здесь включу YouTube. Тут его послушайте. Посмотрите, как он отзывается. Я только молюсь о нем. Повторяю, лично мы с ним не знакомы. Открасил нашей гордости, от которой это обидно-то. Поэтому кому-то придется подольше повариться в молитве-то. Поэтому такое предложение, написавшее нам, что не отчаиваться, не унываться, продолжать молиться. До победного свершения. До победного свершения. Так внутренне устройство такое ставить. Буду молиться до тех пор, пока Дух Святой не оживит мое сердце. Для любви и для прощения. Как это понять? Что понять? Что оживилось сердце. В чем это первое признаки? В Боге прощение придет. Легко будет принять и папу, и маму. Легко. Спасибо, Господи. Андрей Другов. Каково ваше личное мнение, отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да. Напрямую. Ваше личное мнение? Во-первых, он православный христианин, я знаю. Это важно. И поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться? Если Иван говорит, к врагам даже с любовью, а к братьям-то с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Я слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня все время поражает его глубина эрудиции и знание писания, святоотеческой литературы, святых. Он очень грамотный, православный, грамотный человек. Но у него есть своя особенность, как указано. Он очень горячий, очень горячий. Ну, русский. Наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80. Он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молитвы о нас грешных. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнать Тихонович, ну, вместе со своими братьями и сестрами в Христе восстановили заброшенную деревню их родную, где она у тебя православная там живет. Такая некая православная община. Хотелось бы это вживую увидеть, пообщаться. В этом году рядом с событием, которое у меня произошло, и здоровьем, и не только, не получилось. Очень надеюсь, все-таки, приехать. Очень бы хотелось увидеть не только Игнать Тихонович, и с ним пообщаться, а этих людей. Людей. И их общинные устроения. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как к моему учителю, как человек, который много что знает и много чего может научить. Но есть у него, я говорю, некие такие вещи, вот для кого-то может жестко будет звучать что-то. Ну, у нас у всех лично много что-то есть. В церкви главный принцип вот какой. В главном единство. Главный он догматически православный, канонически православный. Он причащается к православной церкви. Он сын русской православной церкви. Это главное. А второстепенно – свобода. Разные формулы быть. Но главное написано – во всём любовь. Это главное. Любовь. Ну, вот, к примеру сказать, я не знал. Как говорится, незаказная статья. Недроги, которые ничего не считали, не слышали. Неужели не видно, что он говорит, с какой любовью, какие у него глаза, как он показал это. И в самом деле, вот у него бывает такое, вот у меня где-то. Я бы ответил, но у нас не было переписки ни одной. Он сам смотрел ролики. И вот весь ответ. Поэтому, действительно так. Это весы. Весы там хвалят, поднимают нас. Тут давят внизу. Ну, а тут Бог выравнивает через гонители, через этих. Я не знал бы, мне скинули. Что Андрей Кураев там считает меня самым знаменитым, там, великим? Я таким себе никогда не считал, не считаю. Вот смотри. Избрали меня этот, профессор, академик, ректор Евстигнеев для этих новых русских. Вызвал. Я отказываюсь. Он говорит, нет, нельзя. Я уже всё утвердил, вашу кандидатуру. Я говорю, да как? Ну, вы знаете что, это люди очень грамотные все где-то, но они сами ощущают недостаток знаний, культуре. И я надеюсь. Ну, я спросил, какая аудитория, когда, созвонились, ещё уточнили. И я пришёл. Ну, подготовился. К фильму о нас уже вышли. Я пришёл, там экраны сказал, что был. Всё сделали, как надо. Я провёл совсем немного занятий у них. Ну, прямо мало где-то они работают, там разъезжаются. Два раза в неделю, это по два часа. А в это время я и сам ещё преподаю в университетах, в пяти университетах. Ну, а с этими отдельно. Повторяю, я бесплатно всё делаю. А тут меня вызывает, опять же, ректор Алтайского государства технического университета Евстигнеев Владимир Васильевич. И говорит, вам тут деньги начислили, вы должны получить. Я говорю, за что? О, ну, а вот вы преподавали кому? Да вот этим новым русским, как называют-то. Там директора заводов пришли, там, ну, перечисляют кого там, предпринимателя. Ну, и что делать? Да говорят, откуда эта сумма? Они отделили, они от себя отделили. Я говорю, и сколько? Я точно не знаю, надо там посмотреть где-то. Ну, мне сказали, я пошёл, там такая сумма, я развернулся, нет. Вот я такой деньги не видал. А как вы начисляли-то? Ну, по должности. Я говорю, какая у меня должность-то? Как какая? Он мне отвечает, профессор. Ну, всё смеяться надо мной. Какой профессор? Да как профессор сколько получает столько? Да здесь больше, чуть не в три раза. Ну, ещё мне, ну, вроде как Нобелевскую премию присвоили. Ну, это что смеяться-то? Ну, вот, пол счёт получить. А потом он узнал, что я уже 17 лет не получаю ввиду занятия. Он сказал, неведленно провести расчёт и оплатить. Я за голову схватился. И по какой же ставке? Ну, профессор. Это те люди, которые рядом. Ну, конечно, это Бог делает, повторяю, Бог. Я пошёл, а там надо ИНН. Говорит, ИНН какой? Я говорю, я нету. Ну, давайте сейчас это. А в это время как раз сильно тут нападали ИНН-то. То есть я не считаю ИННН печатью антихриста, я мог бы получить. Но я не изменил этому мнению. То есть надо упереться и не получить. Я упёрся. Упёрся, и ему не сказал ничего, и отказ-то отошёл, и больше не пришёл ни разу. То есть если бы я вздумал без ИННН получить, тоже получил бы. Я уже знал, каким путём идти, какие статьи нарушены были в этом, это добровольно. Я тоже не пошёл. Это мой шаг, и мне не стыдно о нём будет говорить. Ну, это дурость одна, вы не получили, вы бы деньги тут. Согласен, дурость. Хоть что говорите, я согласен с вами. Но вот я так сделал. Сделал, а почему-то я когда говорю, мне не кажется, что я совершил ошибку. Я отказался. То есть упереться и испытать себя. Сумма умопомрачительная. За 17 лет. Учитывая, что я преподаю, начиная с октября по май, 4 часа в неделю, без пропусков. Это можно понять, это куда идёт. Я одного встретил, он главный редактор, кажется, вечернего Барнаула. Я говорю, а вы сколько получаете? Да вот столько. Там он преподает ещё там где-то в университете. А кто, кандидат наук? Я спросил, такая мизерная. У него оклад-то в сравнении с тем, что мне-то дали. Я говорю, а почему так мало? Так у меня только кандидат, а это... Кандидат? Так у меня вообще звонят? Ну, нету. Утвердили. Мне такую сразу медаль огромную дали. Я не знаю, сколько там, 70-летие университету было в честь этого. Но я не надевал их, куда ещё, собака, что ли. Вот такое дело. Я начну сейчас вспоминать. Конца края этого не будет. Притом, это официально. Вот у нас мэр города был в Барнауле. Попутно сказать, мы с ним тут есть, целуемся даже в фотографии. Я могу сказать, что в четвёртом томе. Владимир Николаевич Баварин. Он входил в десятку лучших мэров Российской Федерации. Он где-какие у него отчёты были. У меня сразу приглашение было. Вплоть до того, что мы с ним на машине ездили вместе. Однажды, когда дом этот я выиграл, 11 лет шёл в суд, что меня изъяли и конфисковали. Она рассчиталась с недвижимостью. И однажды я пришёл к нему. А он идёт. Идёт с каким-то небольшим человеком. Ниже меня ростом, это я запомнил. А зашли только шлюз, это предбанник, или как называть, тамбур. Он большой такой, красное здание. Их там два здания в Барнауле было. На Ленинском проспекте, городской администрации. Он вот так вот, ух, кто пришёл-то? Ты знаешь, кто это? Тому это, маленькому человеку. Он говорит, нет, ну чё. Да это же Лапкин. Ну чё Лапкин, это ничего нет. Он что сделал-то, Лапкин? Он коммуну образовал? Он был порторгом моторного завода. Он коммуну образовал? Он был, христианскую, по коммуну образовал. Это было за 11 дней до гибели этого мэра. Я не хожу на похороны, как правило, тем более мирских людей, а тут пошёл. А там фотографируют, фотографируют, но в газете появилась та фотография, где я иду. Настолько, видимо, всем было странно, что мирское предприятие, мероприятие, прощаются с мэром городом. Шли и шли и шли люди-то у гроба-то. Я не видел, что меня сфотографируют, а когда газета вышла, я на переднем плане, по центру, то есть они нашли, что это необыкновенное. У нас была близкая-близкая связь с ним. Мэр города. Вот я когда начал говорить, так, а вы хвалитесь. Конечно, конечно, хвалюсь. Почему написано хвалящийся, хвались Господом. Это Бог так сделал. Он в городе едет, руку высунет и машет рукой, приветствует. Мэр города. А какой-то ЭДС в глаза ничего не видал. Ничего у него нет, кроме, говорится, в вебку не влазит. Паспорт свой. У меня есть что вспоминать. Вот сейчас уезжает человек. Вот уехал ездор, хрещение принимал. Вот это я отдал. Вы не можете дать ничего, вас нет. Поэтому не сердитесь на меня. Меня Бог благословил в одном, вас в другом да благословит. Чтобы вы более добрые стали, не нападали. Вот он, отец Владимир, сказал, вот, я не знал даже. Но еще теперь. Я буду сердиться на него. Вот даже дальше опять он говорит. Вот так. Вот я сейчас просто просуну. Эфир. 23 сентября 1918 года. Прямой эфир с отцом Владимиром Головиным. Ответы на вопрос. Добавлю. У меня была беседа с одним человеком. Я об этом как-то много раз рассказывал. Не раз. А потом мне... Иерарх. Видите, какой он доход, это, близкий. Я что могу сказать? Я всех призываю на молитву о нем. О Глебе Грозовском. Ему 14 лет накатали за совращение малолетних. Я ничего не знаю этого. Я знаю человеку трудно. Ему он молодой. И там как бы над ним издеваться. Я знаю, как с этими людьми по этой статье обращаются. Господи, пронеси мимо только это. А его все топчут, давят отца Глеба Грозовского. Он и знать не будет, что я о нем молюсь каждый день и каждую ночь. Каждую ночь. Вызываю, Господи, расположи к нему людей, как я шел. Когда ко мне и начальник тюрьмы, и охрана, все ко мне расположены были. Старались что-то дать. Помочь. Чтобы... А меня-то представляют, как враг народа. Не просто так. 190 прим статья была у КРССР. Вот так. И здесь. Я его не встречал, отца Владимира. И смотрю. Ну, неужели не видно, какой он доступный. Какие у него глаза чистые. Как он говорит. Какие жесты. Он ничего не утаил. Вот мне нравится. Я молюсь и благодарю Бога. Ну, вот мы с этого начали. Вот я теперь этим и закончу. Благодарением Богу. Моего тут ничего нет. И вот так вот, чтобы Гестава Даре. Вот так вот было. 12 томов везде. Там особенно плохо заметно. Он 11 том. Там желтый. Потому что там сливается в одно. Желтый. Вытащи ее. Вот она. Вот они. Языки на них спустились. Это в комнате были. И она такая и есть. И одна-одна же заходит директор. А у вас что-нибудь про старообрядцев есть? Мне доклад делать. Я говорю, 11 том. Она его сразу. Вот так все. Я пошла готовиться. Вы посмотрели бы, когда я книги эти сдавал. Библиотеку имени Ленина в Москве. Как мы с этими книгами оформлять документы пошли. Как принимали-то. Поэтому, что на меня нападает, это, фу, там, в Томске сидят они, говорят из-за океана. Один человек с ними говорит. Это что? Я понимаю, что вы не обо мне говорите. Вы говорите, сначала создали фигуру, как бы это я. Это не я. Я вот, он говорит, все правильно говорит. Андрей Курайб сказал обо мне правильно. Каскун, Максим там обо мне сказал правильно. А тут Игнатия Лапкина надо обличать. Слова один священник ДС как раз и говорит, что ему Геннадий Фаст сказал. Ну, что отец Геннадий-то Фаст сказал-то? Это, как говорится, его сыновнее отношение ко мне. Он в моем доме стал из Менонитов православным. Доктор богословия теперь. А эти-то, которые нападают-то, он к вам не может относиться так, как ко мне. Они его подбивали. Он обличать говорит, надо. Он говорит, надо. Надо, потому что так Писание говорит. И беседует с одним еретиком, он на нашем общине был. Этот еретик, еретик, даже не хочу поминать его, и то же имя-то, тоже ДС, интересно. Вот эта фамилия, имя на это есть. И он говорит обо мне намного правильнее, чем говорит священник. Потому что тот от злобы лопается. А я встречаю, вспоминаю святого Исидора Пилсиота. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум, как глухонемые говорят, дурак, стертая память-то. И он говорит, у Игнатия было обращение, рождение свыше, крещение Духом Святым. А у отца Акима не было ничего этого. И отцу Акиму, я говорю, сказал, говорит, у тебя вера-то, говорит, из сердца пришла, а у меня через зад. Почему? Пришел из школы, говорил, что Бога нет. Отец отпорол его, меня, говорит. Отец Аким, говорит, маленький был в школе, там, второй, третий класс-то. И вот моя вера, я пришла, я сказал, я верующий. Тоже видите, как смешно. И этот еретик говорит во много правильнее. Он говорит с такой радостью, даже видно, что вот Игнатий, видишь, сбился с пути на этом рукоположении и прочее. И он, как засланный, ну, в ряды протестантов, оттуда их выдергивает, делает православными. Как профессор, доктор богословия Бачков Павел, московская патриархата. И он говорит, по-разному Игнатия воспринимают-то. Ну, а то, что тысячи людей пришли, тысячи, в православную церковь, это-то мы никуда не денем. Откуда это известно? Ну, я просто покажу. Скажет, вы габаритет, смотрите, я только сейчас убираю это дело. Попутно все это сказать. Так. Покров. Журнал. Так, минутку. Сейчас чуть-чуть, вот здесь это покров еще должен быть выборочно. Вот. Вот студенческий журнал. Вот она как. Московский патриархат. Вот она где есть где-то. Крестовозвиженская община, какой порядок. И вот говорит, миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. Я его знать не знал, ни разу не встречался. Ну, может быть, где-то переписывались. Все. Я вот интересно, тут есть такое попутно сказать о книгах, где об этом говорится. Вот. Так. Ну, вот это вот, прочитайте, что местный говорит, пишет в русской народной линии Степанову, местный митрополит, вот, Барнаульская епархия, просто, все это, 17 мая. О деятельности Игнатия Тихоновича сообщаем следующее. Игнатия Тихоновича Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Вот слово исповедник, это нигде не поминает. А это, ну, и больше, может, никого и нету сегодня. Догматических, канонических нарушений у него не обнаружено. По церковным судам не состоит. Ну и далее, что делает? Игнатий Тихонович человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему с уважением. Сергий, митрополит Барнаульский-Антальский, глава митрополии. Это тоже содействует книгам, потому что человека вызывает это доверие. Вот, я где-то вот здесь сейчас покажу, подожди-ка. Вот, вот какое мне это, когда услышал, я понял, что это обо мне говорится. Серьезно. Подобно тому, как Древнему Израилю посылает Господь в суде и пророков, так и в церковь своей, в момент ищезвычайное, Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою, не имея официального назначения, то есть ни священник там, никто. Эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленным в церкви должностью, то есть так никто не делает, и не всегда держится в служебных рамках, как и всякое пророчество по частям. Оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней духовной предприимчивости. И ревности о Боге, и церкви Божией, митрополит Сергий Строгородский. Ну, к кому это относится, вы покажите где-то. А дальше. В народе, живущем далеко на севере, значит, должен быть где-то на севере, появится маленький человек. Кто такой маленький? Который станет учить людей любви и сочувствия. И вокруг него будет много лицемеров. Поэтому ему будет очень трудно. Будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Вот эти ДС-то, они ничего не понимают, они неверующие. Дальше. Но от того человека останутся мудрые книги. Вот она, покажи. От того человека. Пусть они покажут. Я по неволе думаю, что тут каким-то крылом меня это задевает пророчество. Вот. Останутся мудрые книги. Не брошюрка. Не газетная статья. Книги. Каждая книга. Вот любую я открою. Вот она. Откроет 29-й том. Вот. Сколько здесь страниц? У всех одинаково. 751-752. Вот она. Сколько вопросов в какой книге? Какие вопросы? По номерам. Они у меня все по номерам. Дальше. Содержание. Вот открою, допустим, 30-й. Вот. Показать. Смотри. Как. Какое стихотворение? Какой поэт написал? Какая страница? В каком томе? Это вот программа, чтобы так ровно были они, вот так вот, черта, и так ровно. Тут, видишь, всего только 6, 30-й том, страница такая-то. Жизнь на таборе, говорят. Где не показан никто, это означает мое стихотворение. А дальше это стихотворение разных поэтов. И вот они все вынесены. Пожалуйста. В какой именно? В когда? Что? Так это не только это. Если я посмотрю вот этот 26-й том про поэтов, вот сразу открылась. Почитай. Напротив каждой строчки кто? Фрук, Григорьев, Жемчужников, Мандельштам, Мартынов, Высоцкий, Нацан, Сумароков, Вяземский, Далматовский, Тушнова, Жуков, Лермонтов, Акуджава, Пушкин, Слышевский. Видите сколько? АДС-то они могут показать? Никто не может. Так, стихи в 25-м, 26-м томе. Только в двух томах столько стихотворений. Вот оно как идет. Вот учитывая 42, 42, вот это третья 42, третья, четвертая, 42, это 42 стихотворения, четвертая. Так, а не четвертая, раз, два, три, четыре, это уже пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, страниц, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, ну и там хоть четырнадцать. Четырнадцать на сорок, почти пятьсот стихов, полтысячи, в двух томах. Ну ясное дело, что литераторы ее сметают сразу, хоть тройную цену заплатим. А цена-то ее, семьсот рублей, это по нашим деньгам здесь. И теперь, что дальше? Ну от того человека останутся мудрые книги. И все сказаны им слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар Тарабич. 1829-1899. Простой, малограмотный крестьянин. Родом из сербской деревушки Кремна. Временами у него появлялось видения, которых он повествовал священнику Захарию Захарину. Тот, в свою очередь, вел записи пророчества Митара. Вот и вся история. Они вспомнили в начале двадцатого века, как-то одно за другим, с невероятной точностью и последовательностью, начали сбывать все его предсказания. Я считаю, что это предсказание касается частично, ну вот этих книг. Не меня, но хотя бы книг. Все на этом, сейчас будем паковать. Вот, значит, что я знаю, как, покажу как. Вот так берем, раз, два, три, четыре. Вот так поворачиваем, чтобы ровно было. Четыре. Снова, раз, два, три, четыре. Еще, вот маленько как. Тут одна книжка, маленько подпорчена была, ну вот, не досмотрели. Сейчас будем паковать. В ящики какие-то надо будет, отдельные. И в эти ящики, или в один большой какой-то сделать, не знаю. Сейчас обсудим это. Все на этом пока. Зажать я сам нажму. Вот, а то что у меня висит палатка? А вот от этих вот, друзей. Они играют, и на кровать стали залазить. Все.